Женское белье из шоколада, мед из воронежа, масло из конопли. Новогодняя краевая универсальная ярмарка удивляла ассортиментом и количеством участников. Ежегодные мероприятия проходят в выставочном центре на северо-востоке краевой столицы. Услышав зажигательные испанские песни от оперного певца Ивана Рака, Дед Мороз не смог устоять на месте, как, впрочем, и многие гости ярмарки. В рамках открытия состоялось и вручение наград победителям всероссийского конкурса «Знак качества XXI века». В этом году Камчатка удостоилась 50 медалей. Это лучший результат по Российской Федерации. Мы ее проводим 4 дня, в отличие от предыдущих ярмарок, потому что к нам поступают предложения от покупателей, расширить возможность к новогодним столам купить все самое наилучшее, самое свежее. С 26 по 29 декабря с 11 часов до 20.00 желающие могут приобрести продукты местного производства со скидкой. Товары по сниженным ценам легко определить по специальным ценникам. Вот, к примеру, свежая зелень стоит 700 рублей вместо 1000, марокканские апельсины – 160 вместо 250 и мандарины – 70 рублей за килограмм. Первые покупатели уже ощутили разницу. В этом году есть и новички – те, кто участвует на ярмарке впервые. Среди них – шоколадные мастера с необычным ассортиментом. Тут себе и бюстгальтер, и трусики женские, и набор инструментов. Шоколад 70% какао привозим у вас с города Орск, прямо с завода. И вся уникальность шоколада в том, что он полностью имитирует мужские наборы. То есть, если это пистолет, то он выглядит прям реально как пистолет, его невозможно отличить от настоящего. Ну и, например, гаечный ключ, да, то есть, пока вы не поймете, не потрогаете, не перевернете, вы не поймете, что это сделано из шоколада. Впервые на выставке представлены и восточные сладости. Чорчхелло, пастилу и джем без варки привезли из Владикавказа. Шоко представлен и натуральный мед. Его, к слову, привезли впервые в этом году из Воронежской области. Пчеловод Дмитрий Воронов приехал в гости к родным братьям. Заодно и прихватил свой товар. До северо-восточного шоссе 27 можно будет доехать на маршрутном автобусе номер 33. Дополнительный бесплатный транспорт будет курсировать и от торгового центра «Планета». Впервые в этом году дополнительные автобусы организовали и для жителей города Вилючинска и Елизовского района. Лисона Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова